Девятиголовое чудовище Однако в пресноводных водоемах, прудах, озерах и реках Живет похожее по своим качествам небольшое животное Которое в честь своего мифологического предка гордо носит имя Гидра Реальная Гидра – это крошечное животное Ее длина около двух сантиметров По своему строению Гидры очень просты Их тела – это просто трубка, покрытая двумя слоями клеток Внешним и внутренним Нижний конец тела закрыт Там расположена подошва, которая выделяет липкое вещество И помогает Гидрам прикрепиться к чему-то твердому в водоеме В верхней части тела находится отверстие С помощью которого Гидра поглощает пищу и выбрасывает отходы После еды отверстие плотно смыкается Чтобы снова поесть, Гидре приходится разрывать этот участок за счет мышечного усилия В верхней части тела также располагаются длинные щупальца Несмотря на простое строение, Гидра – прожорливый хищник Она расставляет свои щупальца как сети и начинает ждать, пока жертва подойдет достаточно близко В тот момент, когда жертва прикасается к щупальцам, Гидра активирует стрекательные клетки и выстреливает яд, парализуя жертву Затем щупальца начинают закручиваться и притягивать ее ко рту Если пища достаточно мала, Гидра просто ее съест Если же она слишком велика, например, личинка комара, Гидра растягивает верхние отверстия и все тело Это помогает ей поглощать животных больше ее самой У Гидр в водоемах почти нет врагов Если рыба схватит Гидру, то из-за стрекательных клеток моментально получится ожог ротовой полости и выпустит ее Что касается людей, то можете не бояться Стрекательные клетки Гидр слишком слабые, чтобы причинить боль человеку Гидра не всегда прикреплена к чему-нибудь и могут перемещаться из одного места в другое тремя способами В первом случае Гидра, прикрепившись щупальцами к поверхности, подтягивает к переднему концу подошву Во втором случае она словно кувыркается через голову, делая сальто Существует и третий, гораздо более медленный способ передвижения – скольжение на подошве Усилием мускулатуры подошва Гидра еле заметно сдвигается с места Гидра размножается двумя способами в зависимости от сезона Летом на теле взрослой Гидры образуется почка Она растет, у почки формируется щупальца, прорывается рот Со временем молодая Гидра отрывается от своего родителя и находит место для прикрепления Второй способ размножения происходит осенью, когда становится холоднее В это время года все Гидры погибают, но перед смертью женские особи успевают выпустить в воду яйца, которые опускаются на дно и там зимуют Яйца приобретают жесткую оболочку, а зародыши внутри находятся в состоянии анабиоза Весной оболочка яйца смягчается и из него появляется новая Гидра Кстати, Гидры относятся к тому же типу, что и Медузы Однако, если у Медузы есть три формы жизни – яйцо, полип и взрослая Медуза То у Гидры есть только яйцо и полип, а стадия взрослой особи отсутствует Гидра обладает замечательными способностями к возрождению Разрежьте ее вдоль на две половинки и вы получите две Гидры Разрежьте поперек и у нее заново вырастет верхний конец с щупальцами и нижний с подошвой Вот почему Гидра получила свое название по аналогии с мифической лирнейской Гидрой, которая каждый раз восстанавливала голову после того, как ее отрубали Даже если прокрутить Гидру через мясорубку, она восстановит свое тело Эти необычные особенности делают Гидру существом, которое практически невозможно уничтожить Знаете ли вы, что Гидра никогда не стареет? Да, эти животные по сути бессмертны Этот факт был доказан в 1997 году ученым по имени Даниэль Мартинец Он собрал 60 Гидр и поместил их в крошечные пробирки на 4 года Спустя это время Гидры не только остались живы, но и выглядели такими же молодыми, как и в первый день 4 года могут показаться не такими уж и долгими, но в природе действует такое правило Чем меньше живое существо, тем меньше оно и живет То есть если бабочки могут существовать всего несколько недель, то синие киты живут почти 100 лет Получается, что Гидра размером в 2 см должна жить примерно 1 месяц, а потом погибать, но этого не происходит Как мы говорили выше, рождаясь из яйца весной, Гидры погибают лишь через 4-5 месяцев Не по причине старости, а из-за наступления неблагоприятных для них условий обитания Если бы лето длилось годами или даже десятилетиями, тогда и крошечные Гидры смогли бы жить в водоеме все это время Не старея и не теряя плодовитость Именно поэтому после многолетних научных исследований Гидру официально признали бессмертной Но в чем же секрет вечной молодости Гидры? Давайте посмотрим на человека Развитие организма начинается всего с одной клетки Затем она делится В результате многочисленных циклов деления развиваются все ткани и органы человека Однако с возрастом в организме накапливаются стареющие клетки, которые не умирают, но уже и не выполняют свои функции, да еще и перестают делиться Это приводит к тому, что тело утрачивает способность к обновлению и оно постепенно стареет А что же тогда происходит у Гидры? Все дело в том, что все ее клетки полностью обновляются каждый месяц Это значит, что стареющие клетки не накапливаются как у человека, а заменяются новыми раз в месяц В этом и есть секрет вечной молодости Гидры Ну и напоследок скажу, что Гидра это не только мифологический персонаж и реальное животное, но еще и крупнейший из 88 созвездий в небесной сфере Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok